Хлеб да соль – неотъемлемые атрибуты древних обычаев Руси, символизирующих радость прибытия гостей. Первый поезд по новому туристическому маршруту Москва-Казань-Нижний Новгород привез в столицу Приволжья делегацию Российского Союза Туриндустрии и гостей нашего города, которых торжественно встретили на Нижегородской земле с музыкой и караваем. Вы знаете, впечатления замечательные. Просто мы даже вот и не ожидали. Так красиво, так торжественно. Просто хотелось петь и танцевать. Почему никто не танцует? Удивительно. Спасибо за прием. Мы так рады. Мы приедем к вам еще и еще. Путешествовать по родной стране для некоторых в новинку. Однако эпидемиологические ограничения стали отправной точкой для россиян к изучению родных земель. Недаром туристический маршрут Москва-Казань-Нижний Новгород стал одним из самых популярных. Нижний Новгороду 800 лет в этом году. Что большое продвижение региона. И, конечно, множество туристов мечтают попасть в Нижний. И, конечно же, приедут. И мы всех рады встретить и принять. Это был первый торжественный прием, я думаю, с данного поезда начнется большая история гостеприимства нашего региона. Такой набирающий популярность туристический железнодорожный круиз запустил Российский Союз Туриндустрии с одним из одних российских туроператоров. По словам вице-президента Российского Союза Туриндустрии Ольги Санаевой, в нашем городе действительно есть на что посмотреть. Город действительно меняется. Меняется в лучшую сторону, становится ухоженным, красивым. Но то, что не поддельно, это у города великая и великолепная история. И, конечно, как объект показа целиком, это мало где можно найти вот такого соотношения. По окончанию торжественной встречи прошли переговоры с представителями Российского Союза Туриндустрии и директором Департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергеем Яковлевым. Стороны обсудили новые планы развития нашей области в туристической сфере и готовящийся нацпроект туризма и индустрии гостеприимства, одним из отдельных направлений которого должен стать новый железнодорожный круизный туризм. София Иванова, Алексей Завулов. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok